сегодня мы идем в уникальный музей который по субботам не работает а знаете почему потому что шаббат нас пригласили в музей еврейского народа и холокоста на брянщине сегодня в программе черный бархат начала двадцатого века костюм еврейской девушки который спасла брянская земля невероятная история клинцовского доктора получила образование в швейцарии пережила оккупацию и вылечила сотни пациентов дорогами памяти чемоданы как символ трагедии екатерина что это за музыка откуда она здесь это поет очень известная исполнительница сара фибих которая как раз исполняет еврейские народные песни это 30-е годы прошлого века совершенно верно пластинка тридцатых годов музыка старинная мебель личные вещи фотографии здесь сделано все чтобы посетитель ощутил атмосферу быта еврейской семьи сто лет назад музей истории евреев и холокоста на брянщине совсем молодой начался он с тематической выставки она прошла в 2018 году в областном краеведческом музее мы работали более двух лет собирали артефакты собирали книги по иудайке фотографии документы и конечно выставка была открыта но она не стала частью постоянной экспозиции музея а огромная работа была проделана и возник вопрос а куда же деть вещи накопленные документы так у общественной организации брянский областной еврейский благотворительный центр хэсэ тиква возникла идея создать свой музей это международный проект потому что и еврейская община орла и брянская еврейская община и музей научно-просветительный центр холокост город москва и даже музей энергия мужества в хадере в израиле все поучаствовали в создании этого музея все предметы в музее собраны волонтерами они объездили города и поселки и привезли вещи с удивительными историями один из уникальных экспонатов хранящихся в нашем музее передала нам на хранение орловская еврейская община это платье смотрю это костюм который состоит из юбки и вот такой кофточки ручная работа от пуговиц до вышивки по бархату костюм был сшит в 1910 году неизвестным еврейским портным для иды пивень она выходила замуж и портной шил ей в подарок в приданное вот такой костюм костюм пережил вместе со своей хозяйкой революцию гражданскую войну и интервенцию и благополучно дожил до 1941 года когда семья этой менделевны отправилась в алмату в эвакуацию уезжая хозяйка зарыла костюм в сундуке на своем огороде в орловской области вернувшись в 1947 году из эвакуации девушка открыла этот костюм и он был как новый таким образом он пережил и великую отечественную войну и вторую мировую и пережил свою хозяйку на 50 лет и теперь он составляет часть нашей экспозиции чудом сохранилась фотография жениха и невесты карточки более ста лет свадебный портрет как и костюм сделан в 1910 году у нас в музее хранится судьба это судьба очень интересного просто замечательного человека женщины которая носила еврейское имя липка кукис 1906 году еврейская девочка липка кукис из клинцов закончила школу мечтала стать врачом однако в царской россии существовали квоты на поступление евреев высшие учебные заведения поставила цель поступить в санкт-петербургскую медицинскую академию к сожалению действующая квота в три процента не позволила ей поступить в это учебное заведение и она принимает совершенно необычное решение покорять европу и с банкой варенье и с маминой курицей она едет по железным дорогам по путям проезжает европу доезжает до места и поступает в медицинскую академию в цурихе с диплом врача который кстати тоже есть здесь музей липка кукис возвращается в родные клинцы начинает работать врачом и выходит замуж с этого момента липка становится любовью ананьевой в городской больнице клинцов после революции женщина работала хирургом гинекологом терапевтом детским врачом ездят по городам весям деревням принимая сложнейшие труднейшие роды она спасает жизни и именно в клинцах она встречает 41 год в августе 1941 года нацисты захватывают клинцы жители города а среди них было много евреев сталкиваются с тем что впоследствии назовут страшным словом холокост холокост огромная трагедия в истории еврейского народа на протяжении 12 лет нацисты германии а также коллаборационисты из разных стран предпринимали попытки полностью истребить целую нацию евреев за период с 1933 по 1945 год было убито около 6 миллионов евреев осенью 1941 года немцы узнали что клинцовский врач ананьева еврейка ее забрали на три дня три дня она сидела в тюрьме тюрьма это считалось местом из которого не возвращаются абсолютное большинство людей которые попадали туда расстреливались их вывозили в неизвестном направлении единственный человек который вернулся из этого учреждения была наша героиня потому что она была врач и великолепной ведь помните она училась цюрихи говорила по-немецки любовь ананьева дождалась освобождения она рассказывала своих воспоминаниях о том как город брали какие бои шли за город клинцы ей пришлось покинуть дом на несколько недель и уйти в лес потому что это бомбежки это очень страшные события до середины 70-х годов прошлого века любовь ананьева работала в клинцах врачом сегодня ее домашний архив хранится в музее в центре музейного зала находится инсталляция дорогами памяти чемоданы и личные вещи брошенные владельцами в спешке и смятении как символ трагедии еврейского народа тридцатых сороковых годов прошлого века предметы которые брали с собой люди покидая черту оседлости отправляясь в гетто уходя в свой последний путь одна из стен музейном зале отдана оккупационному режиму на брянщине два года с осени 1941 по сентябрь 1943 года на нашей земле зверствовали фашисты первые же дни оккупации брянщины фашисты создали 10 еврейских гетто и хузниками стали свыше 11 тысяч человек обреченных на физическое уничтожение самое крупное гетто появилась в октябре 1941 года в клинца туда согнали 3000 человек всех евреев города еврейские гетто были созданы в злынке карачеве к ледне мгле не почепе стародубе сураже у неча из всех заключенных практически никому не удалось выйти оттуда живыми не спроста здесь фотографии расположенные на черных пятнах разорваны дело в том что эти фотографии сделаны нацистскими преступниками оккупантами которые творили беспредел на территории брянщины если мы поближе рассмотрим фотографии то мы можем увидеть даже те здания которые дошли до нашего времени одно из них не так давно было снесено она находилась по адресу улица матвеева 2 этот брак был снесен пару лет назад и вот когда его снесли дети естественно оккупировали до эту заброшку и мальчишки нашли на развалинах старого барака немецкую каску возможно один из владельцев этого шлема есть на этой фотографии каска же стала экспонатом музея и здесь же хранится картотека ее собрали в архивах волонтеры на твердых картонных прямоугольниках имена нацистов которые издевались и убивали мирное население и военнопленных на брянщине в этой экспозиции несколько сотен уникальных предметов в конце 2022 года музей истории евреев и холокоста на брянщине официально вошел туристические маршруты нашего региона все а и 2 и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok